слава богу друзья приветствую всех братьев сестер доброе утро 6 утра уже до слава богу приветствую кто подключается кто подключился люди должны быть чтобы подключение так где же сообщение ладно я думаю что получится у меня слава богу аллилуйя да доброе утро всем братья и сестры дорогие друзья сегодня у нас шалом вот роман пишет да паса сергей рада вас нового бачите благослови господь аллилуйя просто сейчас я без без компьютера здесь значит поэтому прямо с телефона сейчас делаю и сообщение пока не могу прочесть позже наверное вот но приветствие я с удовольствием не немного приболел вот даже много вот и слава богу вот сегодня уже самочувствие лучше у меня вот и эти дни вот я провозглашаю эти слова слова божьи слова о том что ранами иисуса христа кровью агнца божьего я спасен исцелен благословлен как трудно знаете порой вот когда температуру когда ты весь потеешь и вот когда вот ну кости ловит все твои вот и все симптомы недуга болезни а ты провозглашаешь слова и говоришь слова божьи порой очень непросто и как ты видишь одно ты болен ты тяжело болен но провозглашаю ранами иисуса христа я исцелен у меня начались свисты хрип и свисты и вообще но приехал сюда и как бы и приболел вот на север но знаете даже с хрипами со свистами в легких но я провозглашаю я спасен я исцелен я благословлен слава богу у вас пишет один и да значит ну ну да вот сейчас 6 часов тут а здесь да здесь часы спешат немного да равными его мы исцелились благословенный наш сергей спасибо тезка дорогой брат мой до ранами иисуса христа исцелены и вот в эти дни для меня вот такая практика но я думал вчера еще сделал тоже утреннюю трансляцию но посидел помолился и решил не делать потому что я вчера очень сильно кашлял как бы и думаю какой эфир будет я один кашель сплошной будет вот сегодня могу говорить вот нормально слава богу аминь аминь да благослови вас Господь исцелит восстановит во имя иисуса аминь спасибо большое братья сестры спасибо за молитвы я как-то днем вышел в эфир тоже позавчера что вот вы знаете да и думал быть вчера тоже в гостях там на служении вот но по состоянию здоровья просто не смог вот и остался дома сегодня уже значительно лучше вообще самочувствие и слава богу но даже если и худшее самочувствие и лучше самочувствие чувствую себя больным или здоровым это разные состояния конечно совершенно разные состояния но при любом состоянии я знаю что иисус господь что иисус христос мой царь мой спаситель мой господь мой целитель я знаю это и провозглашаю это и это благословенная практика я вам так скажу братья сестры дорогие друзья благословеннейшая практика вот я благодарю бога что он дает нам торжествовать всякое время во всяком месте он дает нам торжествовать во всяких обстоятельствах во христе иисусе дает это торжество эту победу вот и эта победа наша в господи победа наша в боге и это удивительно а торжество наша нашей веры она в том что ни при каких обстоятельствах вот я сегодня перечитывал свои старые публикации там на фейсбуке есть вот это вот как назвать забыл называется воспоминания что ли а короче там такая кошечка ну нажимаешь значит открывается такое окошечко там значит то что ты публиковал в этот день в прошлые годы вот я там сегодня на своей основной странице на фейсбуке уже уже поделился некоторыми перепост или как называется да значит перепубликацию сделал вот и своих старых записей там одна из записей мне очень понравилось вспомнил я свои старую запись такую там такое написано было мной что значит что христианин неисправимый оптимист вот и во христе иисусе мы неисправимый оптимисты нам еще что-то написал это много на чем написал но мне понравилось вот это же я там перефразировал слова вот в той публикации несколько лет назад перефразировала слова ивана степановича проханова которые здесь кстати в петрограде тогдашнем да тогда петроград назывался петербург петроград кстати он еще перед революции даже до революции еще трудился здесь также на конюшен и вот и он тоже здесь вот как раз проповедовал на берегах невы в этой северной столице и проповедуя он тоже часто повторял и тогда вот до революции еще больше 100 лет тому назад когда были такие жестокие гонения царского самодержавия на верующих потому что при царе и здесь в петербурге и по всей российской империи тогдашний христиан на бросали в тюрьмы забивали до смерти шампалами там начнем там и полицейские жандармы свирепствовали вот не все конечно были и те кто конечно ну тяготился вот этими гонениями не хотел гнать но просто по долгу службу была обязана делать а были те кто ревностно гнали верующих разных конфессий разных деноминаций вот хотя официально российской империи была христианской православный но по сути ну антихристианской по сути антиевангельской антибиблейской и ну противобожный советский союз родился не на пустом месте знаете ли и царское самодержавие но столетиями готовила дорогу для вот этого безбожия просто безбожие царского самодержавия но было такое скрытых форм нас болезнь такая скрытых форм была болезнь вот а советский союз это та же самая проблема то уже открытой формы уже болезнь открытой формы вот и даже там протоиерей московский александр борисов по этому поводу как-то описал в своей книге побелевшие нивы размышления русской православной церкви он написал что мы вот как православные священнослужители как церковь православная мы сами готовили дорогу советскому союзу приготовляли его ну так вот я сейчас не дома вот о том а вот о тех гонениях которыми подвергались верующие здесь вот и в частности в петрограде петербурге больше 100 лет назад вот и братьев сажали в тюрьмы бросали в тюрьмы и арестовали собрание разгоняли и вы знаете многие братья приунывали в то время вот и думали но наверно все царство антихриста уже значит распространилось некуда бежать верующим некуда негде скрываться вот значит и проханов иван степанов вот здесь на конюшиной проповедуя как раз на конюшиной вот где проповедуют уже эти дни как раз вот значит и он говорил такие слова что христианин неисправимый оптимист христианин неисправимый оптимист мне это так понравилось кстати я когда в алмате бывал несколько раз у максим максимова тогда максим еще жил в алмате сейчас он в штатах тогда жил в казахстане у себя вот но сейчас из-за гонений он вынужден покинуть свою родину и уже на своей новой родине уже в америке в сша он не унывает молодец не сдается вот и несмотря на там преследование гонения да он уже на своей новой родине продолжил а теперь уже труд уже вот слава богу молодец конечно вот что не сдался вот и уже в свободном мире теперь продолжает тот труд вещает ну на сену телевидение вот я сам посматриваю часто вот и так вот и когда у максимов был там в алмате и уже тогда еще не было таких сил и огонений но уже преследований были определенные то есть там штрафовали кого-то вот не давали передачи мы кстати с ним снимали там целую всю неделю мы с ним работали в студии с утра до вечера максимов молодец он такой трудоволик я так скажу молодец очень я там уже уставал думал значит ну как бы ну как надо перерывы делать а он прям шпарит и шпарит он прям это вот молодец конечно вот мы с ним всю неделю записывали программы там десятки программ записали разных очень такого материала сырого материала как бы это вообще немерено но всю неделю представляете всю неделю записывали почти почти без перед их с утра до вечера вот и из этих всех программ вышло только лишь там пару программ наверно вышло да и то потом когда бы наглянула на милиции это насчет казахстана значит и у них все обыски были все позабирали и он не потом говорил телефон чтобы все короче все позабирали все подбирали при обысках на счетом и мы даже копии не сделали вот не догадались но не хватило но и не думал тоже думал вот знал бы где упал бы как говорится сайт соломку подстелил бы вот значит и поэтому все что мы с тобой записали не всю неделю все пропало где-то там сейчас до сих пор только лишь чекисты казахстанские российские теперь смотрят все это вот к сожалению для граждан это не засекреченная теперь информация и закрытая информация жалко конечно вот значит но так вот с максимум я разговаривал еще до всех этих обысков до этих арестов до насчет изъятий всех этих материалов тогда мы еще не знали об этом мы записывали только эти программы я ему как-то сказал а уже гонения уже определенно начались давление начались такие я сказал ему что вот напомнил слова проханова говорю так и так максим вот иван степанович проханов он значит сказал такие слова говорим сто лет назад что христианин неисправимый оптимист ну а максим он такой ну знаете да за словом в карман не лезет он сразу увидит он сразу отвечает а пессимист информированный оптимист то есть я его что христианин неисправимый оптимиста он пессимист это не это информированный оптимист но знаете я так поразмышлял я не так скоро как максимов на ответы такие но я так поразмышлял не понял такую вещь и осознал это и сказал потом и у себя в церкви это говорил не раз ну вот ты в гостях в кривом руке тоже как раз уже об этом говорил что пессимист это дезинформированный оптимист это неправильно информированный и именно дезинформированный оптимист потому что наш бог он остается оптимистом вот и несмотря на то что он самый информированный из всех информированных он вообще все знает все абсолютно все и он остается оптимистом спасибо тебе господь благодарю тебя господь благодарю тебя утешайте утешайте народ мой и сайдовит хороший харизмат я люблю слушать его стали проповеди дужи павчане и якис да аминь аминь да то же самое я читаю из исаи 40 глава самого начала этой главы утешайте утешайте народ мой здесь два раза утешайте но когда два раза там говорится до еврейском еврейской традиции то это как бы насчет предельно внимание вообще-то очень важное как иисус говорил допустим да уже в новом завете нового завета записано греческом но иисус ты говорил конечно не на греческом на своем родном еврейском языке конечно вот аромейская речь это вот так вот он тоже говорил иисус истина истина говорю вам истина истина говорю вам а здесь вот утешайте утешайте народ мой говорит бог ваш говорите к сердцу иерусалима и возвещается ему что исполнилось время борьбы его за что за неправда его сделано удовлетворение ибо он от руки господней принял вдвое за все грехи свои глаз вопиющего в пустыне приготовьте путь к господу прямыми сделайте в степи стези богу нашему всякий дол да наполнится и всякая гора и холм да понизится кривизны выпрямятся и неровные пути сделаются гладкими и явится слава господня и узрит всякая плоть спасения божия ибо уста господни изрекли это аллилуйя братья и сестры это исайя 40 глава с 1 по 5 стихи зачитано сейчас фрагмент такой вот и конечно этот фраг это эти слова они в новом завете цитируются потому что две тысячи лет назад эти слова частично исполнились но как и всякое писание она богу вдохновенное и она имеет как отношение к древности так и к современности и это слово божье также имеет отношение не только к первому пришествию господа нашего иисуса христа но имеет отношение и ко второму пришествию теперь-то мы знаем уже что два машина да по сути то есть два пришествия вот первый машина это как страдающий раб человек простой еврей который пришел как человек обычный человек обычный еврей и прожил жизнь человеческую слова стала плотью и обитала с нами полной благодати и истины и об этой славе мы читаем эту славу познаем удивительно но есть второй машинах есть его как мы говорим второе пришествие уже в другой ипостаси совсем в другом качестве уже не как раб униженный оскорбленный до смиренный значит и тростин там не переломит там значит лена курящихся не угостит нет уже совсем в другой поставьте уже совсем другом образе в другой харизме совершенно как царь царей как воитель как победитель победоносный как господь и дом уже уходя даже уже это имел ввиду он сказал помните да иисус христос сказал что да нам не говорит вся власть на небе и на земле он уже сказал об этом но когда он придет уже второй раз мы говорим да то второе пришествие господне то здесь уже до во всей полноте мы познаем вот эти его слова действительно вся власть господу иисусу принадлежи по праву вот ну как при первом пришествии вот эти дороги равнялись его пришли приготовление шло к его пришествию и долл всякий он должен наполниться холм понизится и вот так же и перед его вторым пришествием приготовление хотя как не приготовляйся с вами приготовишься конечно потому что знаете ли это царь царев аллилуйя да как и есть он царь царей вот и иисус он действительно придет как царь царей уже господь господствующих воды как не приготовляйся вот при первом пришествии допустим были накануне первого пришествия маши ахада накануне рождества христова как мы говорим начало уже новой эры тоже люди были набожные религиозные людям приготовлялись ожидаем и конечно но как не ожидая как не приготовляйся все равно история показывает нам что мы не приготовились люди вот и иисус говорил что придумал один из образов его царства один из образов его царства это как раз в притчах он рассказывал о своем царстве государстве и 1 1 1 одна из притч о девах помните данный счет там значит мудрые и глупые где вы вот и но в конце там как раз говорится что там давали все и мудрые и глупые вышли на счетом они все вздремали там говорится что они все вздремали все уснули то есть по сути и мудрые и глупые все уснули вот но в полуночи был глаз да разбудил их то есть голос вот и также было перед при первом пришествии господним абсолютно также вот и также будет при втором его уже пришествие вот и вот это духовное пробуждение толчок такой мощный духовное пробуждение конечно вот в церквях протестантских допустим там идет речь о пробуждении вот я говорю часто очень я слышу такое но не слышал и слышу о духовного пробуждении церкви но что касается у нас православия пробуждении бесполезно ладно пробуждение вообще я честно это говорю вот бесполезно пробуждать православие православие нужно воскрешать воскрешать если говорить об обычном сне просто сон обычный сон то да конечно это пробудить но знаете ли если это сон вот такой уже смертный сон как говорится вот как говорил иисус о друге своем лазаре помните что он уснул ученики то его не поняли они подумали что он раз уснул значит поправиться уже на поправку пошел вы не поняли это вообще иисус имел ввиду вообще другой сон другого рода сон смертный сон уже все уже смерти даже когда не пришли уже 4 и вот и апостол павел говорил встань спящий воскресни из мертвых и осветит тебя христос и в этом в послании официально в этом фрагменте я вижу указание также на то что спящие души спящие христиане пробудется спящие верующие они должны проснуться спящие евреи не иудеи и христиане разных конфессий динаминации там религий проснуться а мертвые оживут мертвые оживут воскресни из мертвых и осветить тебя христос церковь свою свою межпуху свою семью свое сообщество свое царство свое королевство состоящие из проснувшихся спящих и воскресших мертвых и свое царство господь благословит аллилуйя спасибо тебе господь вот а утешайте утешайте народ мой я сегодня размышляю об этом вот из исае 40 глава 1 стих утешайте утешать и народ мой для нас в новоза в верхозаветные времена были конечно свои утешения допустим вот напоминание в синагогах там в домах напоминание всем иудеям раньше допустим до пришествия машиаха до рождества христа напоминание всем допустим вечной божьей любви напоминание всем евреям о верности бога а его верность его обетований незыблемости в обетовании вообще его дары и призвание как написано в новом завете непреложный вот так вот вот это все прекрасно это замечательно и сегодня мы тоже говорим об этом но для нас новозаветных верующих ныне есть еще более превосходящее утешение еще более и более великое утешение какое таинство ныне он совершаем тело и крови христа кстати у меня я вам приготовил я спью эти дни вот шиповник здесь вот просто запариваю в термосе шиповник вот сока нет здесь у меня насчет но вот на квартире у меня здесь шиповник вот возьмите себе тоже налейте себе или просто воды или компот какой-то он не знаю что налейте там сок если есть вот совершим причастие друзья братья-сёстры а вот насчет хлеба я у меня есть только не печенюшки а здесь вот сейчас я посмотрю так а ну здесь вот хлебушек есть такой я совершил причастие с хлебушкой вот здесь у него хлебушек вот я хочу преломить хлеб именно вот рассуждая о теле крови христа вот и знаете для меня вот сейчас такая практика интересная эти дни вот позавчера вчера болею потею вот пьют вот здесь вот запарился где-то шиповник здесь и уж думал наверно надо антибиотики пить аж ну знаете ли но мысли всякие закатываются уже такие особенно хрип и свисты уже в легких уже но знаете сегодня и вот в эти дни борясь с болезни можно по разному бороться слава богу и за врачей слава богу за медицину слава богу кто но имеет возможность такую бороться так вот но мы духом побороем духа бороя настоящий духа боро есть такое выражение духа боро вот и духом побороем старое выражение славянский раз вот и наша духовная борьба это тело и кровь иисуса христа рассуждение о том и утешение превосходящее наше сегодняшнее новозаветное в том что ранами иисуса христа мы исцелены ранами иисуса христа надо помолиться и сходить к доктору вот я есть такой вариант да сходите утро но пока вот борюсь я не говорю что я ни в коем разе не вы что все должны так поступать нет я чаще всего обращаюсь докторам чаще всего вот но иногда есть есть время обращаться докторам а если на бороться духом всему свое время и знаете ли всему свой час вот я восхищаюсь своей женой вот не знаю подключился ли на или нет но потому что вот когда ставили в киеве и диагноз вот рак онкология вот и надо бы нужна была операция она отказалась вот не знаю я наверно не смог бы вот пойти вот таким путем не знаю но а можно смог бы не знаю тоже как бы все всему свое время знаете ли если бы бояться время быть храбрым и вот и действительно я в чем восхищаюсь своей женой что моя иного она 1 отказалась она если бы пошла бы к врачам на операцию вот легла бы по дно что она тоже была права и бог бы ну я верю и через врачей бы сделала свое дело в ее жизни сто процентов вот мы молились бы насчет и я ведь я верю что бог сохранил душу моей жены вот и для жизни вот но она пошла другим путем она отказалась невозможность лечить людей но в молитве веря о помощи господа массива да вот и она отказалась вот и она молилась молилась просто доверяла богу просто доверяла богу вот форма рака была такая что нужно было операция срочно там вот потом прошло несколько лет кстати себе добыли более у нее там хитом насчетом но она у молодец она вот такая у меня вот очень классная вот и она верила богу доверяла богу как своему отцу вот и через несколько лет когда она рожала вот то значит слова подтвердили у неё рак онкологию но уже в меньшей значительной степени вот значит и но мы тоже предложили операцию сказали нужна операция таки она опять отказалась вот и потом получается в кривой рог я приезжал когда получил сообщение такое уже подтверждение она проходила обследование уже в туле уже обследование насчет которые полностью показала что она полностью исцелена вот потом она обратилась но это в обычный по моему такой больницы да вот значит государственный а потом для перестраховки обратилась еще в частную клинику за с этим анализами вот насчет и частная клиника там там уже платные анализы были дорогие то одно но я хочу что знаю что вот так вторая клиника полностью подтвердила ее полное исцеление вот так вот и как раз я получил а да я как раз в кривой рог приехал был пост и молитва было насчет и это так интересно первый день была такая вот ну как боление такое какое-то было духовная молитва и вот на второй день утром я получил сообщение от жены что все полностью показала все все исследования все анализы полностью подтвердили что она полностью здорово я знаете я вот это да здорово вообще чудо притом мы я не скажу что там как бы так новых как-то но опять-таки по-человечески мы особенно не молились если вы смотрите по человеческой ситуацию но молитва что считать молитвой некоторые люди считают молитвой многословие но иисус говорил что это путь язычников это не наша дорога вот в многословии не будем услышаны сто процентов вот наоборот многословия не миновать греха вот когда много многословит христиане то чаще всего это как пустословие получается вот вот но молитва это общение с богом вот это действительно разговор с ним вот и это порой немногие словах человеческих но это наше сердце это наша идея есть не единство с ним и для меня самое великое единение образ единения с ним это как раз целый кровь его это причастие вот я приятного взял хлебушек немного хлебушка вот у меня вот здесь ну не плот виноградной лозы но я помолюсь как будто бы плот виноградной лозы пусть будет так вот или просто воды даже мне вот вода значит просто воды можно вот иногда использую велика вера божья аллилуйя аминь да вот и самое интересное для божьих чудес в божьем царстве вообще все не как у нас не как у людей вообще все все шиворот на выворот по-человечески это смотреть вот в божьем царстве здесь допустим вот то что я от примеру отдаю да я теряю а то что я беру это я получаю а в божьем царстве все наоборот вот я даю я как будто бы получаю или наоборот я беру как будто бы я теряю вот вот как зазеркание какой-то вот человеческая наша земная жизнь она и по сравнению с божественной жизнью да с более реальной реальностью в на наша реальность реальная тоже реальность хорошая реальность божье творение но в сравнении с божьей реальностью с истинной реальностью более реальной реальностью наша реальность она нереально она смотрится как некое зазеркание но я так подозреваю что во многом это из-за и И понимаю так, как проповедник, что во многом это из-за грехопадения, из-за той проблемы, которая обрушилась на наши головы 5779,5 лет тому назад. При наших праотцах, при наших прародителях, будем так говорить точнее, Адам и Ева, началось такое зазеркание. И в этом зазеркании все по-другому. Но, интересно, здесь на земле, чтобы быть господином, быть главным, надо быть напыщенным, надо господствовать над народом, над людьми, показывать себя выше всех. А в Божьем Царстве, наоборот, слугой быть, ноги мыть, служить людям, это значит быть великим. То есть, все вообще, все по-другому совершенно. Но, если быть царем, значит, стать рабом. Иисус, чтобы стать царем, да, Он в этом царстве показал свое, ну, истинное королевство, показал истинное свое царство, да, господство. Он стал рабом, униженный и оскорбленный, оплеванный и избитый, и убитый. Вот, и, но даже на кресте, умирая, Он, знаете ли, вот, Он показывал свое, действительно, королевство. Он являл свою любовь, милосердие и показывал, в чем его, смысл его королевства. Именно, что Бог есть любовь. И даже на кресте, умирая, Он дарил людям прощение. Вот, и это удивительно, конечно. Спасибо Господу за все. Вот, и в Его царстве действительно все по-другому. Вообще все по-другому. Вот, и сегодня вот я принимаю причастие. Ну, что, это вот просто хлебушек, да, кусочек хлебушка. Наливая воды или вот, то есть, вот, шиповника в этой вот воды. Вот, и, но, молясь, я понимаю, что здесь не просто вещество этого мира. Здесь вещество божественное. Здесь вещество самого Творца, может так выразиться. Здесь вещество иного измерения, божественного измерения. Здесь вещество более реального мира. Более реального мира, чем этот мир реальный. Истинного, настоящей реальности вещество здесь. Сущность, тело и кровь моего Спасителя, моего Господа. Тело и кровь моего Искупителя. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Царь Вселенной. Благодарю тебя. Благодарю тебя в этот утренний час. Благодарю тебя за твою более реальную реальность. Благодарю тебя за то, что благодатью твоей я спасен. Если в этой реальности я сейчас ощущаю недуг, и вот в эти дни тяжело болел, и, знаете ли, но даже во время болезни я переступаю как бы через эту реальность и обращаюсь к более реальной реальности, я говорю более реальную реальность, я говорю слова настоящей реальности. Я спасен, я исцелен кровью Иисуса Христа Арганца Божьего. В этой реальности, к примеру, земной, я могу не прощать себя, и мне кажется, что я согрешил так, что нет мне прощения. Но, взирая на более реальную реальность, Божью реальность, я говорю, я прощен. Абсолютно прощен. Кровью Иисуса Христа и телом ломимым Его на Голгофе 2000 лет назад я прощен полностью. Все, что было, есть, будет. Я живу во временном измерении, в этом временном мире, и в этом временном измерении мне это чудно и странно и непонятно. Я смиряюсь с тем, что мне это просто сейчас, в данный момент, не понять. Моему уму ограниченному человеческому не понять. Я лишь смиряюсь с тем, что я не могу понять это, но я могу принять это верой. Нечто большее, чем даже мой ум, разум, есть нечто большее. Это сердце, это вера. Это вера сердечная, вера внутренняя моя. И этой верой я это чувствую, этой верой я прикасаюсь к Божеству, этой верой я говорю, что я прощен полностью. Я не знаю, как это, я не понимаю. Я еще не успел согрешить тогда, вот, а Бог уже прощен. Он мой Сын, и Он прощен. Как это? Я еще не успел родиться, я еще не вышел из утроба моей матери, а Бог, небеса уже говорят уже. Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. И когда мы смиряемся пред Богом и говорим, и я говорю это сейчас, ныне, вновь и вновь, слова любви, я говорю это, что я верую и устами своими исповедую, что Иисус Христос, мой Господь, Бог Спаситель, Целитель, Освободитель, и что ни в коем другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, данного мне, как человеку, которому надлежало бы мне спастись, да и всем нам надлежало бы спастись. Нет другого имени, только Ты, Господь, Спаситель мой, Иисус Христос. Аминь. Спасибо Тебе, Господь. Благодарю Тебя за то, что благодатью Твоей я спасен, милостью Твоей прощен, кровью Твоей святой и телом ломимым на Голгофе я исцелен. И сегодня, в этот час утренней молитвы, глазами не вот этими физическими, а глазами более реальной реальности, глазами веры, глазами сердца, я взираю на Голгофу, я взираю на то, что совершил Ты две тысячи лет тому назад на Голгофском кресте ради нашего спасения. Благодарю Тебя, Господь, за Твое исцеление, Твое благословение, Твое прощение. И чтобы в этой реальной реальности не говорили мне бы чувства мои о непрощении, или же о болезни, о нищете, о проблемах многих, о гонениях, я взираю глазами веры, более реальными глазами, нежели мои физические глаза, в более реальную реальность, Твою божественную реальность. И я знаю, в Твоей божественной реальности, истинной реальности, свершилось мое спасение. Я спасен кровью Иисуса Христа. Я исцелен, благоставлен всеми благословениями небес. Слава Тебе, Господь! Благодарю Тебя! И сегодня я проломляю хлеб, Боже, поднимаю, Боже, этот бокал, во славу Твою, во славу Господа Иисуса Христа! Благословен Бог наш, Царь Вселенный, возлюбивший мир и отдавший Сына Своего, Единородного Своего, Иисуса Христа, Агонца Своего, за нас, чтобы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную. И я имею эту жизнь вечную во Христе и Иисусе, моем Господе, моем Спасителе. Благословен Ты, Царь мой, Господь мой, утешитель мой. Спасибо. Спасибо. За Голгофу, за кровь, я тебя благодарю, за воскресенье Твое, за победу Твою, за Голгофу, за кровь, я тебя благодарю, за воскресенье Твое, за победу Твою, за жизнь вечную, бесконечную, жизнь счастливую, пресчастливую. Благодарю Тебя Отец, Бог мой Игова, Творец неба и земли, Бог Авраам, Исаак Израиля. Благодарю Тебя Иисус Христос, Спаситель мой, Господь мой, Царь мой, Бог мой, Искупитель мой, Целитель и Освободитель мой. Благодарю, О Дух Святой, Ты всегда со мной, Утешитель мой, За все я благодарю, Я Тебя мой Бог люблю, Я Тебя, Господь, люблю, И за все благодарю, За Голгофу, за кровь, Я Тебя благодарю, За воскресенье Твое, За победу Твою, За жизнь вечную, Бесконечную, Жизнь счастливую, Пресчастливую, Благодарю Тебя, Отец, Благодарю Тебя, Иисус, Благодарю, О Дух Святой, За все я благодарю, Я Тебя, Господь, люблю, Я Тебя, мой Бог, люблю, И за все благодарю, Аллилуйя, Аллилуйя, Спасибо Тебе, Господь, Спасибо Тебе, мой Царь, Всевышний Государь, Милостивый Государь, Благодарю Тебя, Царь Царей, Господь Господствующих, Боже, Ныне взываю к Тебе Земли Северной, Боже, С берегов Невы, И восхваляю Тебя, Совершаю эту литургию, Боже, Восхваляю Тебя, В этой Евхаристии, Хлебопреломление, Тело Иисуса Христа, Аминь, Кровь Иисуса Христа, Аминь, Тело Христово примите, Братья, Сестры, Источника Бессмертного вкусите, Аллилуйя, Аминь, 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 аминь. Аминь. Да, да. Аминь. Аминь, аминь, аминь. 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 За жизнь мира ты отдал свою жизнь. Я благодарю тебя, Господь. Благодарю тебя, Господь, за спасение Твое, исцеление Твое, благословение Твое. За более реальную реальность Твою, Божья реальность любви, реальность истины, веры, надежды. Спасибо тебе, Господь. Ляхаев, за жизнь. Аллилуйя. Аллилуйя. Благодарю тебя, мой Бог. Благодарю тебя, Отец. Благодарю за все тебя, за все я благодарю. Я тебя, Господь, люблю. Я тебя, мой Бог, люблю. И за все благодарю. Спасибо тебе, Господь. Спасибо, спасибо. Благодарю тебя. Благодарю тебя. Слава тебе. Слава тебе и хвала. Аллилуйя. 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 Владимир говорит об одном посреднике, один о одном первосвященнике. Аминь. Аминь. Он наш первосвященник. Аминь. Аминь. Не верьте никому, только Богу одному. Не верьте, пожалуйста, Владимир. Не дайте вести вас в заблуждение, пожалуйста. Да и всем обращаюсь, ко всем присутствующим, кто сейчас онлайн или потом будет смотреть видео, не верьте никаким религиозным демагогам. Один есть Господь, и один есть первосвященник наш Ходатай Нового Завета, Иисус Христос. Все. Все. Спасибо тебе Господь, спасибо, 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 спасибо. Иисус, спасибо! За все спасибо! Господь, спасибо! 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 Благодарю, что свободу мне дал, что за меня жизнь свою ты отдал. О, спасибо! Родной, спасибо! Мой брат, спасибо! Спасибо! Иисус, спасибо! Иисус, 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 спасибо! Спасибо! Мой брат, мой Господь, мой Спаситель, мой Друг, мой Искупитель, мой Целитель, спасибо! И ни в коем другом нет спасения, ибо ты, только ты, только ты, только ты, и Альфа, и Омега, и Начало, и Конец. Спасибо тебе, Господь, спасибо! Вечности, Отец! Благословляю вас, братья и сестры, дорогие друзья, благословляю вас, священническим благословением всех нас, да благословит Бог в этих словах молитвы. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя, и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа, аминь, 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 аминь. Благословляю всех вас, братья и сестры, из города Санкт-Петербурга, с берегов Невы, и во имя Господня благословляю. И, дамы и господа, вот, братья и сестры, я эти дни здесь, в Петербурге, вот, и проповедую в разных собраниях, планирую как раз вот разные служения, тоже участвую в разных служениях, вот. Вот, и прошу ваших молитв, возлюбленные дорогие друзья, вот, и молимся о предстоящем соборе в Киеве в августе месяце, 18-19 августа будет проходить собор, вот, начиная, да, с 18-го числа, воскресенье, 18-го августа. Вот, молимся об этом, вот, и прошу ваших тоже молитв, и вашего участия, вот, с территории Украины, с территории России, можете участвовать в финансовом моем служении, призываю вас к этому, вот, если вы сами где-то за пределами России, за пределами Украины, то сообщите вот эти координаты, вашим там, эти контакты, вашим знакомым, друзьям, которые, родственникам, которые здесь, в России или в Украине, вот, пусть они участвуют в этом служении. Вот, в августе месяце, в начале августа планирую приехать уже в Киев к нам в церковь снова, вот, и 18-го августа собор, преображенский собор, темой будет, как раз, преображение Господне, преображение церкви, преображение тела Христова сегодня, вот, и реформация, и обновление. Здесь, в Петербурге, я в эти дни вспоминаю, и, вот, собираюсь об этом говорить, как раз, тоже в собраниях, вот, и на Конюшиной, и, вот, на Невском, там, в разных собраниях, получается, да. О столетии союза друзей церковной реформации, слава Богу, 1919-19-19-е годы. Пусть Бог благословит вас всех, дорогие друзья, во имя Иисуса Христа. Да, да, и еще в августе месяце, в начале августа, вот, у нас, вот, остается, ну, так, ну, три месяца, так, вот, меньше. Вот, за это время, за эти пару месяцев надо собрать сумму, молитесь тоже об этом хорошо, и, по возможности, участвуйте в Украине финансово. Там, значит, есть два мобильных номера, украинских, которые можно пополнять, и карточка, приват, по-моему, называется бан, короче, украинская карточка одна. Вот, сумму нужно набрать определенную, чтобы, приехав в Украину, ну, я постараюсь какую-то сумму тоже привезти с России, но, чтобы в Украине издать сборных статей, как раз, именно, посвященных, как раз, этой информации, посвященных, как раз, вот, вот, тема, тема преображения нашего собора. Пусть Бог благословит вас всех, дорогие друзья. Все с миром Божьим, завтра в 6 утра подключайтесь, так же, вот, живо-здорово будем, Богу будет угодно, совершим тоже молитву, с хлебоприномлением, с причастием. Ну, и причастников, причастниц, всех поздравляю с причащением Святых Христовых Таин, тела крови Господа нашего Иисуса Христа. С Богом, с миром Божьим. Аллилуйя, Аллилуйя.